Для того, чтобы оказать помощь людям, имеющим проблемы со здоровьем, в РФ разработаны и реализуются различные программы социального характера. В качестве поддержки данной категории граждан также разработан целый ряд налоговых льгот, которые предусматривают полное или частичное освобождение от уплаты отдельных видов налогов. Это делается с целью повышения уровня жизни наименее защищенных слоев населения. Налоговые льготы для различных групп инвалидности схожи, но все же существует ряд отличий. Виды налогов, в отношении которых граждане-инвалиды располагают льготами. Налог на недвижимое имущество. Налог на транспортные средства. Налог на землю. НДФЛ – подоходный налог, один из самых распространенных среди налоговых платежей. Его должны платить все граждане России, которые получают доход в результате экономической деятельности. Для того, чтобы иметь право воспользоваться льготами при оплате данного налогового платежа лицам, имеющим группу инвалидности, следует выполнить некоторые условия, а именно, иметь официально оформленное трудоустройство, платить. В бюджет НДФЛ от заработной платы. Быть гражданином РФ. В каких случаях льготы по уплате НДФЛ действуют по отношению к инвалиду, имеющему гражданство другого государства? Если он находился в пределах РФ более чем 183 дня, не нарушая требования российского законодательства. Имел официальную работу. Перечислял в бюджет РФ подоходный налог. Для лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями, которые существенно снижают их жизненный уровень, оплата налога на доходы происходит в особом порядке. Законодательством предусмотрено снижение базы налогообложения на фиксированные суммы для данной категории граждан. Какой законодательный акт определяет размер налогового вычета на доходы граждан, имеющих особый статус? Размер налогового вычета для инвалидов указан в НКРФ СТ-218 НКРФ от 5 августа 2000 года. Номер 117 ФЗ. Величина уменьшения налогооблагаемой базы РУП, категории граждан, на которые распространяется действие данного положения НКРФ, на 3,0 тысячи рублей инвалидам, участникам сражений ВОВ, лицам, травмированным в ходе испытаний ядерного оружия или из-за аварий, в результате которых они получили радиационное облучение, военнослужащие, получившими инвалидность во время выполнения. Имя служебных обязанностей принесения службы в войсках РФ или СССР. На 0,5 тысячи рублей лица, являющие инвалидами с детства, граждане при наличии у них одной из существующих групп инвалидности. На 100,0 процента люди, которые получили статус инвалидов с детства. Следует знать. Действующие суммы вычетов по НДФЛ фиксированные, не связаны с размером заработной платы и используются в течение всего года. Важно! При наличии нескольких оснований для возможности использования налогового вычета, может быть использовано только одно, как правило, большее по размеру, СТ-218 НКРФ от 5 августа 2000 года. Номер 117 ФЗ. Пример расчета суммы уплаты НДФЛ для человека, отнесенного к льготной категории. Гражданин Васильев П. Работает экономистом и получает заработную плату в размере 19 000,0 рубля, у него вторая группа инвалидности, которую он приобрел во время службы в армии РФ. Он имеет право воспользоваться льготами по НДФЛ. Уменьшив базу налогообложения на 3 000,0 рубля или на 0,5 тысячи рублей, обе льготы одновременно не могут быть применены. Поэтому выбирают большую сумму по уменьшению базы для расчета налога, то есть 3,0 тысячи рублей, таким образом, он заплатит в бюджет с учетом льгот 13,0 процента, суммы 16,0 тысячи рублей, 19,0 тысячи рублей, 3,0 тысячи рублей, х 13,0 тысячи рублей, равно 123 рубля 0,8 копеек, каким образом можно воспользоваться налоговым вычетом. Для того, чтобы иметь возможность использовать льготу по уменьшению налоговой базы при расчете налога на доходы, следует обратиться с заявлением к непосредственному работодателю, а также предоставить документы, подтверждающие право гражданина на данную налоговую преференцию. Среди документов важнейшим является справка, выданная экспертной комиссией с указанием группы нетрудоспособности. Форма данного документа регламентирована правовым актом, приказ Минздрава РФ от 24 ноября 2010 года. Номер 1031 Н. Порядок действий работника, отнесенного к категории льготников, для оформления налогового вычета. Составление заявления с просьбой применить в отношении его доходов налоговый вычет в связи с наличием у него на то оснований. Передача заявления вместе с документами, подтверждающими право на льготу, в администрацию предприятия, руководителю организации. Ожидание принятия решения работодателя. Когда принято положительное решение в отношении заявителя, происходит ежемесячное уменьшение расчетной базы налога на доходы на заявленную сумму вычета. С какого момента человек получает право на получение налогового вычета? Гражданин правомочен использовать данную льготу с того месяца, когда его отнесли к категории инвалидов с группой нетрудоспособности. После того, как пройдет очередное переосвидетельствование, для того, чтобы получить вычет, следует предоставить работодателю обновленную справку экспертной комиссии. Что можно сделать, если до окончания года человек не успел написать заявление о применении вычета? В данной ситуации гражданин может вернуть выплаченную ранее часть налога в местном отделении налоговой службы. Необходимо будет подготовить декларацию по форме 3 НДФЛ, приложить к ней документы с подтверждением права на возврат и справку о величине доходов с места работы. Льготы по налогу на недвижимость имущества для человека, имеющего инвалидность. Законодательство федерального уровня определяет перечень льготников, освобожденных от уплаты этого налога, СТ-407 НКРФ, от 5 августа 2000 года. Номер 117 ФЗ. Среди них граждане, имеющие первую и вторую инвалидную группу, а также граждане, отнесенные к этой категории с детства. Инвалиды, имеющие третью группу, не входят в число льготников. Но если человек с третьей группой нетрудоспособности относится к одной из льготных категорий, например, участвовал в сражениях ВОВ, боевых действиях в Афганистане, а также при его выходе на пенсию, он становится неплательщиком налога на имущество. Вместе с тем налог, который граждане платят за наличие имущества, отнесен к региональному уровню. Местные органы власти самостоятельно устанавливают ставки данного налога, время оплаты, могут расширить список плательщиков льготных категорий. НКРФ перечисляет возможные виды недвижимого имущества. Частная квартира, домовладение, которое находится в личной собственности, помещение, предназначенное для гаража. Дачные помещения, части, доли, квартиры, одна из комнат в квартире. Важно! Воспользоваться налоговой льготой возможно только при наличии личной собственности инвалида по отношению к имуществу. К примеру, если лицо, имеющее проблемы со здоровьем, официально является собственником только 1 дробь третьего части квартиры, которая разделена между третьей домовладельцами, то льгота будет предоставлена только на эту третью часть. Владельцы 2 дробь 3 данной квартиры должны будут оплачивать налог на имущество в полном объеме. Следует знать. Льгота по оплате имущественного налога распространяется только на один из объектов недвижимости при наличии в собственности у инвалида нескольких. Человек, обладающий правом на льготу, может по собственному усмотрению выбрать помещение, за которое он не будет оплачивать имущественный налог, подав предварительно заявление в отделение налоговой службы соответствующего содержания. Какие документы необходимы для оформления льготы по оплате налога на имущество? Заявление на право воспользоваться налоговой льготой. Паспорт гражданина РФ либо иной документ, удостоверяющий личность, включая свидетельство о рождении, ксерокопия. Справка из ЖЭКа о количестве человек в составе семьи – оригинал. Страховое свидетельство заявителя – копия. Справка, подтверждающая инвалидность человека – копия. Полные реквизиты банковского счета гражданина. Документ, подтверждающий право собственности заявителя на недвижимость – копия. Справка 2 НДФЛ – оригинал. Удостоверение пенсионера при наличии третьей группы инвалидности – оригинал и копию. Следует знать. Выше приведен общий перечень необходимых документов, но в отделении налоговой службы могут запросить дополнительные документы. Заявление для оформления льготы на получение льготы по оплате имущественного налога. Заявление имеет унифицированную форму, и его можно получить в любом отделении налоговой инспекции. Заявление состоит из следующих составляющих – титульного листа. Здесь указываются данные о самом заявителе, название налогового органа, куда подается данное заявление. Гражданин выбирает способ получения информирования. Странички, в которой излагается просьба о получении льготы по одному из налогов. Отдельного листа, предусматривающего получение льготы на оплату налога на имущество человеку с третьей группой нетрудоспособности. В листе, где предусмотрено оформление льготы по налогу на собственность, необходимо прописать следующую информацию. Вид объекта недвижимости, период, в течение которого будет действовать в отношении указанного объекта льготное налогообложение. Номер объекта в кадастре. Реквизиты справки, которая является подтверждением права на использование данной налоговой льготы. Льготы по оплате налога на землю для лиц, имеющих группу нетрудоспособности. Гражданам, имеющим инвалидность в 2020 году, оплачивать налог на землю, которая является их частной собственностью, не требуется. Льготы распространяются также и в отношении земельного участка, площадью до 600 кВМ. В случае, когда у человека, отнесенного к льготной категории по налогообложению земли, есть в собственности несколько наделов, то от уплаты налога будет освобожден только один из них. Человек может самостоятельно выбрать участок, если их несколько, за которые он не хотел бы оплачивать налог. Для этого ему надо обратиться в отделение налоговой службы. При отсутствии подобного обращения от гражданина, льгота будет применяться в автоматическом режиме в отношении того участка земли, с которого предполагается получить большую сумму платежа в бюджет. Сколько времени находится на рассмотрении документы, поданные на оформление льготного налогообложения? Документы, переданные заявителем личной или отправленной почтой, уполномоченные государственные структуры обязаны рассмотреть в течение месяца, направив ответ в письменном виде. Спонсор этого видео – Центр юридической помощи «Бастион», бесплатные юридические консультации круглосуточно. Телефон центра 8 800 555 67 55, добавочный номер 769. Адрес сайта указан в описании под видео. Ставьте лайки, если вам понравился этот выпуск. Подписывайтесь на канал. Поделитесь в соцсетях. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok